В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе за прошедшую неделю и рассказали о планах на предстоящую. Подробности далее. Апрель – время наведения, чистоты и порядка. Поэтому основной темой на еженедельном оперативном совещании стали субботники. Традиционный весенний месячник по благоустройству стартовал 1 числа и продлится до конца апреля. В Люберцах уже прошло два субботника, во время которых более 800 жителей округа вышли на коллективную уборку. Впереди еще несколько масштабных акций. 20 апреля запланирована акция «Вода России». В этом году акция проводится на Кореневском карьере. Мероприятие начнется на береговой зоне с высадки Липовой аллеи, опиловки и уборки поваленных деревьев. Также 20 апреля состоится общегородской субботник. На общественных территориях он пройдется в праздничном формате и с угощением. С музыкальным сопровождением полевой кухни 27 апреля в Московской области стартует новая акция «День добрых дел». Местом проведения мероприятий в этот день будут территории общеобразовательных учреждений и парки. Будут проведены активности по высадке деревьев, кустарников, цветов, уборке памятников и мемориальных комплексов. Финальный субботник запланирован на 27 апреля. Пройдет на семи общественных территориях. Вывоз мусора с контейнерных площадок – еще одна тема, которой во время совещания уделили особое внимание. В поселках, где многоквартирные дома ограничат с частным сектором, образуются навалы крупногабаритных отходов, из-за чего в работе регионального оператора могут возникать сбои. Ветки, спил деревьев, старая мебель и листья, которые сгребаются с участка, к мусору, который можно складировать на контейнерных площадках, не относятся. Поэтому при наведении порядка на территории частных домовладений необходимо в индивидуальном порядке обратиться к региональному оператору, либо иному возщику, имеющему лицензию на транспортировку и утилизацию отходов. Все операторные площадки должны быть оборудованы видеонаблюдением. Когда можно разобраться, кто привез, откуда. Звонят, заказывают машину, черный легальный перевозчик приезжает, забирает и выводит. Давайте сейчас тогда видео проведем по этим перевозчикам, по машинам. Участники совещания ознакомились также с оперативной обстановкой в округе и с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. В конце встречи был объявлен старт конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком». В год семьи жительницы округа примут в нем участие со своими мужьями.